Сейчас середина зимы, конец января, и у нас такое вот настроение монохромное, задумчивое, философское, и, конечно, нас вдохновляют очень вот эти зимние просторы, деревья голые, без листьев. И мы можем сделать с вами маленькую картину, которая будет посвящена вот этим вот зимним, тихим вечерам, когда уже солнца нет, а деревья остаются живыми существами среди этого белого снега, ветра, турги и, возможно, немножко смены Луны и Солнца. Давайте с вами возьмем маленький холст и напишем авторский подмалевок, который нам поможет показать вот это время года и время суток, допустим, сразу после захода Солнца. Давайте попробуем. Сделаем себе имитацию белого снега, вот здесь, прямо возле своего мольберта, и вот такие вот веточки накидаем сюда, типа, когда вы гуляете по снегу, и скрип снежных вот таких вот ваших шагов по веточкам обломанным, которые обломала зима. И мы их же и используем для подмалевочка. Давайте их вот так вот накидаем, и только, может быть, вороны ходят, да, сороки, которые не боятся снега. И вот мы сделали имитацию деревьев на снегу. Вспоминаем работы Брейгеля, так, охотники на снегу, как он сделал такой подмалевок, и мы с вами. Конечно, нам понадобится наш лачок. Давайте мы его во что-нибудь нальем. Домарный лак. Домарный лак. Паш, дай мне вот такую серебряную мисочку, видишь? Давай, серебряную мисочку, вот такую, да, с натюрмортного фонда дернули. Налили немножко домарного лака. Ну что, набираем себе тех друзей, которые нам помогут сделать самый нижний подмалевок, а потом и верхний. Мы несколько подмалевочков с вами сделаем, для того, чтобы обозначить, кто у нас будет на нижнем слое нам помогать в живописи снежного вечера, а кто будет помогать нам на верхнем подмалевочке. А потом в итоге вы сами по этому подмалевку напишите реализм. Сегодня нам природная фактура, это помогает кто? Деревянная ветка. Деревянные вот такие веточки, которыми мы и пишем вот эти вот лаковые следы. Можем и полосочками, да, вот так как деревья идут, как они будут расти в итоге. Все-таки у нас будет, да, где-то поросль деревьев, да, там может на горизонте. А внизу вот здесь просто можем вот так вот накидать, как если бы щепочки валялись под деревья на снегу. И вот нам кто помог, да. Мы их аккуратненько куда-нибудь сложим, чтобы они нам не портили. А остатки лака, ну что у нас, может быть снежные, вот здесь вот снежные такие сугробы, которые останутся белым холстом. И мы вот так вот. Все, нам надо минут 10-15, чтобы это все засохло, а может быть и больше. Возьмем полчаса, например, до часу, да? Да, до часу, чтобы хорошо засохло. Давайте вот эти вот заводи, которые для снега, вот так придушим носочком, придушим для того, чтобы они не текли. Нам надо вот здесь оставить кусочки белого холста и типа валяются веточки. А потом мы, конечно, уже сделаем реализм. То есть здесь будет три сложных подмалевка. Сейчас будет второй подмалевок, который будет сделан вот таким веничком. То есть у нас домарный лак высох в течение 20 минут. Да. Приготовьте такой веничек из веточек, так? И мы этим веничком будем делать деревья. Сейчас, после того, как мы сделали нижний подмалевок, мы начнем делать средний подмалевок. Давайте белилка сделаем там, где снег. А вверх мы дадим немножко темнее небо. Знаете, как зимнее небо. Вот. И я думаю, кто нам понадобится? Нам понадобится вот... Мы специально поставили брейгельские оттенки вот здесь. Я думаю, что обязательно понадобится у нас краска, так называемая, ультрамарин светлый. Давайте вот так. Ультрамарин светлый. Ультрамаринчик. Запрограммируем себе, что мы делаем пейзаж городской, да, одесский. А потом посмотрим, что мы введем туда. Нам поможет Владимир Ильичев ввести реалистический образ сюда. Ультрамаринчиком поработали. Давайте, знаете, что возьмем? Вот я очень хочу взять кобальт-фиолетовый. Давайте. Кобальт-фиолетовый. Тоже набелилка вот так его немного. То есть нам сейчас надо сделать имитацию зимнего такого вечера. Часто, когда люди гуляют, знаете, перед ужином и метель небольшая летет. Давайте кобальтика зеленого немного дадим. И сейчас еще одну красочку попробуем намесить с вами. Давайте возьмем колонковую кисточку. И нежненько и аккуратно пройдемся под малевочком. Смотрим, какой еще цвет просится сюда. И сразу себе под кисточкой мы говорим. Это зимка, зимка, зимка. Смотрим, какой бы еще цвет дать, который бы не сделал нам летнее небо. А все-таки зимнее надо сделать. Я думаю, что если мы намесим себе изумрудку кроплак, такую вот изумрудку кроплак белила чуть-чуть. Мы намесили себе такую на палитрочке. Вот, лужицу. И будем ей этой лужицей подкреплять темное небо. Опять же, везде не будем, а только вот в композиционном центре. Спускаемся вниз. Не знаем, сколько займет территории неба. Давайте посмотрим. Я думаю, что небо надо мало сделать, а побольше сделать землицы, да, или городского пейзажа. Еще дадим. И давайте мы в эти белилка дадим еще немного охрочки светлой. Вот так. Потому что вы же знаете, что нельзя писать чистыми белилами снег. И вот сюда немного тоже затянем этой охрой светлой с белилками наверх. Наверх. Так. Паритрочка под правой рукой. И мы себе нежно и аккуратно делаем второй подмалевочек. Кисточку можно вытереть. И уже более светлой кисточкой идти по второму подмалевочку. Бережем холстик. Видите, сюда тоже синяя спрыгнула. Поэтому давайте еще белок чуть-чуть. Работаем только с серединой холста. Еще, еще, еще белилочек надо. И еще охрочки. Охрочки на эти белилки. Чтобы они не были чистыми. Все. Уже мы можем спокойненько начинать с вами работать лезвиком. И выискивать те первые. То, что мы сделали веточками. Дырочки на холсте. Давайте вот сначала небо такое. Зинка. Скрипит снег под валенками. Или под вашими сапожками. И люди выгуливают собачек. И друг друга выгуливают. И только фонари показывают, что метет. Вот нежные такие снежинки метет вечер зимний. Вот. Вот это будет такое темное небо предвлечения. Очень хороши видны архитектурные. Драгоценные здания европейские. Ну, в Одессе, конечно, очень красивые. И акванты, и тещий мост. И дом ученых красивейший. Только, кстати, сильно много синенького. Поэтому мы потихонечку... Все-таки нам надо будет здесь показать снег. Давайте так, белилками. И даже зайдем вот сюда. Вот такой вот зимку. Подмалевок зимки. Белилка. Осталось давайте вершина. И кто нам понадобится? Нам понадобится, наверное, газетка. Давайте газеткой. Берем кусочек газетки и... Ключик делаем наш. И начиная с бельева, который здесь... Придеваем нашу... Все мазочки. По краям делаем легкую такую... Недостанность. Сейчас будем искать те кусочки, которые мы сделали в самом начале. Конечно, надо обязательно оставить место... Смотрите, мы сделаем с вами специально вот здесь вот такой мазочек, который будет показывать ориентир белого снега. Давайте. Вот он. Пусть вот такой вот мазочек будет. И вот это самый белый кусочек будет у нас. Пусть он вот такой будет. Но мы с вами еще и, может быть, найдем сейчас... Те элементы, которые останутся белым холстом. Так, выбросили. И взяли носочек чистенький. И новое лезвико. И пройдемся... Давайте сейчас, 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 секундочку. Пройдемся так называемым глянцевым ходом. Вот, сделаем глянцевую территорию. Вот, смотрите, сильно нажимаем, все, уже снег начинает падать. Видите, за моим лезвием начинает падать снег. Ох, смотрим, кобальт фиолетовый вылез, который нам не нужен. Значит, мы его вот так пальчиком немножко замажем. Чистый кобальт фиолетовый, да и чистый ультрамарин очень опасный. Вытираем лезвико и пошли дальше доставать из-под малевка те, видите, кусочки лака, которые были набрызганы в самом начале. Вот, достаем. Посмотрите, какие куски белого снега остаются. Вот они. Особенно внизу. Помните, внизу у нас такие были заводи. Вот они, заводи. Не пожалеем, хотя, если у вас есть чистый холстик, можно, конечно, этот цвет оставить для следующего под малевочка. Ну что, еще мы это называем мраморное плянцевание. Ищем, ищем опять эти дырочки, которые мы сделали ветками в самом начале. То есть, холст прилепил к себе домарный лак и оставил в итоге вот такие кусочки. И смотрите, сразу, давайте, сразу, чтобы они нас не пугали, эти цвета, мы их вот так немного. И, если они у нас так, то мы еще раз пройдем, но они уже не будут так сильно бить в глаза. Хорошо. Пошли вот здесь еще одну дорожку мраморного глянцевания. Выискиваем дырочки падающего снега и, возможно, сугробов. Немного оставила этого цвета. И вот, посмотрите, поубираю. Поубираю, поубираю. Эти кусочки. И вот мы не смущаемся, что у нас оно как будто, знаете, как будто вот накидано, да, как бы вне правил, накидано вне правил. Вот здесь тоже повыискиваем кусочки. Смотрите, в стороны вот так. Вот они, эти кусочки, которые остаются белым холстом. Хорошо. Что мне не нравится? Мне не нравятся кусочки ультрамарина, которые так вцепились агрессивно. Вот мы тогда вот так кисточкой возьмем и пройдемся по ним. Тем более, что у нас сейчас пойдет следующий подмалевочек. Я сейчас вам покажу. Я думаю, что вот здесь где-то территория начнется темного неба. А там посмотрим, может быть, какой-то архитектурный кусочек Владимир нам предложит. И какое-то, возможно, пустим живое существо, если что-то была композиция зимняя. Так, ну давайте поубираем дикий ультрамаринчик, который нам... Мешаем. Вот он, дикий вот архитектурный. Вот он, дикий вот архитектурный. Не дает вам сосредоточиться. Дикий. Теперь наша задача на этом снегу, слабо проявленном пока, сделать имитацию деревьев, которые, возможно, растут в каких-то городских парках. Или у нас есть оперный театр, и там за ним есть такое прекрасное место, которое называется Поли-Рояль. Там очень красиво. Смотрите, вот мы поработали над этим, но можем еще раз поискать дырочки. Давайте еще раз поищем. Дырочки, которые нам помогут показать, что снег летит, летит снег. Сейчас вот сюда. Пусть тоже полетит снежок. То есть мы убрали вот эти ультрамариновые агрессивные кусочки, а сами продолжаем выискивать снежные потоки. Ну что, что еще хочется? Хочется взять и сделать немного более тепленькую территорию. Сильно все холодное. Поэтому я выдавливаю охра светлая белила и пройдусь по периметру хоть немножко. Видите, здесь есть охра светлая, но все-таки нам надо еще чуть-чуть. И вот я вот намесила охра светлая белила. И посмотрите, вот здесь вот пройдусь, конечно. Перед тем, как писать деревья венничком из веток. Вот так немного, позвольте мне охрочкой дать тепленького состояния. Потому что белый цвет, вы же знаете, он не только холодный, да? Он отражает и теплые оттеночки. Знаете, вслед уходящему закату вот такие теплые оттеночки остаются. А может от фонарей, которые у нас в Одессе светят таким желтым теплым светом на снег. Фонари 19-го века, даже 18-го есть. Очень красиво смотрят со своей кованой такой монументальностью на снегу. Потому что летом их не видно из-за цветущих акаций. А зимой, когда все белым-белое, деревья даже помогают графике, да? То вот эти фонари, они очень хороши. Вот смотрите, я теперь немного беру, когда мы понаходили уже эти дырочки, немного беру и охрочкой добавляю теплоты на сугробы. Немножко. И себе говорим, ой, как холодно, холодно. Мы всегда то, что мы рисуем, прям осознаем, как будто бы мы гуляем в этом пространстве. Вот. Видите, тепло-холодное, оно всегда помогает... Так это в итоге сделать что-то белым. И давайте вот сюда, немного тепло-белим, немножко хочется. Зайдем на территорию холодного. Со снежком работаем. В этом мастер-классике вы даже можете посмотреть, как пишется снег. Не чисто белый, красный. А вот видите, эти прогаленные, так мы и оставляем их таким чистым холстом. Немножко на небо тоже охрочки добим, чтобы не быть сильно однозначно холодным. Тепло-холодность. Почти сродни солнечному свету, так же и пишется. И солнечный свет идет от солнца, а зимний, вот этот свет, идет как отражение от белого сугроба, снежного. Вот мы сделали, да? Такое вот примерно, примерно... Здесь вот что у нас? Давайте мы до белого доберемся. Смотрите, чтобы у нас был беленький кусочек. Вот он. Да? Пусть будет. Вы потом поймете, для чего нам этот беленький кусочек. Вот они, снежные. Вот такие. Вот они, да? Давайте еще раз. Снежные, как следы. Вот они, да? Еще раз добрались мы до них. Вот они. Вот они. Покажи мне, какой размер. Сразу, чтобы вас заинтересовать. Нам будет скучно здесь. Если у нас не будет растений и животных. Растения у нас будут. Вот они, да? Вот они, наши деревья будут расти. А мы их сейчас нарисуем. А животное у нас будет. Ждите. Сейчас узнаете. Растения у нас будет. Так. Растения у нас будет. И прям вот посмотрите, сколько. Видите, я сделала красочки. Даже вот какой там цвет получится. Пусть будет вот такой холодный. Изумрудочка, кроплачок. И даже вот сильно не смешивайте. А теперь. Вот кто у нас поможет нам. Видите. И туда его. Не жалеем. Нам надо сделать имитацию. Расслабьте руку. Расслабьте руку. И пустите рост деревьев. Пустите рост деревьев. Пусть вот так покручивайте этим венечком. Пусть растут. Покручивайте немножко имитацию. Заснеженных деревьев в городском саду. С одной и с другой стороны. Помните, как мы всегда с вами говорили, что у нас перед тем, как выйдет главный герой, композиционный центр, нам надо сначала сделать ему кулисы или за кулисы. И вот. И можем там сзади пустить эти деревца. Даже можно вот так вот почелкать. А потом посоединяем тоненькой кисточкой, если что. Вот она имитация этих деревьев, которые пропадают в темноте. Вечернего пейзажа или их завьюживает, завьюживает снег. Сколько важно это делать именно настоящими деревяшечками. Мы заходим на территорию очень сильной веры в то, что мы гуляем по снегу и, допустим, выгуливаем. Давай, Вова, кого мы выгуливаем? Вот такую вот собачку хорошенькую, да? Или, допустим, эта собачка потерялась у нас, да? Часто бывает в Одессе объявление «Потерялась шпиц, та христово цвета, с красивой человеческой мордочкой, нашедшему большое вознаграждение». Вот это все оклеено, вся Одесса добрыми такими объявлениями. И эти находятся собачки. Они даже показывают, где их дом. У нас в галереи такие собачки часто останавливаются и потом их забирают в хозяева. Смотрите, давайте сзади там. А вдруг, сейчас мы подпустим Вову Ильичева. Он так любит рисовать животных и пейзажи одесские. Ну, вы поняли, да, что мы вот этими же ветками акации одесской, мы ими и делаем территорию верю. И даже вот здесь, знаете, когда люди ходят по снегу и ветки валяются после того, как налетел ураган и стручки. И вот сколько у нас видов акации? У нас там 400 видов акации, стручки от акации. И, в общем-то, кисточкой так не нарисуешь, как вы сделаете натуральным материалом. Натуральной природной. Природной структурой. И вовремя остановиться было бы неплохо. Спасибо, скажем им, выбросим его в мусорку. И вот сейчас все готово для того, чтобы начать вводить животное на передний план вот сюда. И, возможно, какие-то элементы одессики. Возможно, кованую решеточку. Возможно, какой-то фонарь. И, конечно, в конце надо будет написать вот этот белый снег. Помните, мы с вами, вот он, да? Белый снег, который, вот ориентир самого белого. Белила, можно с лимоночкой немного. И вот давайте мы этот ориентир белого все-таки оставим. Вот он, такую заплаточку. Вот она. И пусть будет. А сейчас слово предоставляется Владимиру Ильичу. От меня вопрос короткий, как от имени всех наших студентов. То есть сейчас мы получили что? Мы получили основу под даром для дальнейшей визуализации уже чего угодно, да? Чего угодно. Вы можете нарисовать животное. Вы можете нарисовать самки, которые ребенок забыл в снегу. Вы можете нарисовать кусочек скамейки, да, какой-то старинный. Вы можете нарисовать двух птиц, которые клюют что-то, да, в снегу ищут себе. А вы можете даже серию домиков нарисовать. Да, вот пример. Давай для примера. Вот пример. Голландский пейзаж. Вечерний снежок. Был написан в 2017 году. У нас был такой мастер-класс. Из голландских домиков. И там, где люди катаются на коньках, да, играют в такие шайбы большие. Раньше были снежная баба. А деревья, а деревья под ветром шатаются. И охраняют этот городок и этих людей. И в то же время и создают необычайный уют. Люди есть, животные есть, деревья есть. Природа в зиме, в такой падающий снежок. Все, у нас теперь есть уникальный подмалевок, с которым можно дальше работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова